8 ноября отмечают День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Тему продолжит Катрина Тайбарей. В День памяти сотрудники полиции пришли навестить на Ринмаре мать погибшего в Подмосковье милиционера Евгения Ивлева. Со дня его гибели прошло уже 19 лет, но память о нем жива и будет жить. Он служил в Чечне. Я думала, тогда очень переживала, но он пришел жив-здоров. Потом после Чечни он сразу поступил в милицию. 26-летний милиционер погиб при исполнении «Спасая жизнь человека» – матери двоих детей. Сам он не выжил. Погиб молодой. У него ни семьи, ничего не было еще. Ну, как бы еще не женился, ничего. Поэтому, я думаю, так Господь Бог это и распорядился. Коллеги в Нейнском округе не забывают родственников погибшего. А в Подмосковной Дубне – самого героя. Там тоже ребята его каждый раз вспоминают, на гладбище ходят. Там вот он похоронен у нас. Все время цветы лежат. Ежегодно в этот день, 8 ноября, во всех подразделениях МВД России проходят памятные мероприятия. Церемонии возложения венков к мемориалам, посещения мест захоронений героев, встречи с родственниками защитников правопорядка, которые отдали жизнь в борьбе с криминалом и терроризмом. Стражи порядка Наринмара в этот день возложили цветы на могилы погибших. Всего в Нейнском округе 4 сотрудника, для которых исполнение обязанностей стоило жизней. В этот день мы вспоминаем всех сотрудников, которые, выполнив свой служебный долг до конца, отдали самое ценное, что есть – свою жизнь, защищая наших граждан. В нашем округе есть свои герои и своя доска памяти. Вступая в открытое противоборство с преступниками, полицейские ежедневно подвергают свою жизнь риску. Не обходится и без боевых потерь. Так еще совсем молодого милиционера Анатолия Чупрова зарубил топором опасный преступник. Трагедия произошла в Усть-Каре в 1967 году. 16 апреля 1992 года старший инспектор дежурной УВД округа Валерий Матросов возвращался пешком в дежурную часть после проверки нарядов. На улице Смедовича предпринял попытку пресечения правонарушения. Однако нарушитель оказал злостное сопротивление. Завладел его табельным оружием и произвел выстрел, причинив ему смертельное огнестрельное ранение. 25 марта 1995 года домой к старшему участковому инспектору милиции УВД Мирославу Хрынинскому, находившемуся на обслуживаемом участке в поселке Великовисочное, пришел преступник и выстрелами из охотничьего ружья убил его. 28 сентября 2005 года участковый уполномоченный милиции Николай Коткин в селе Несь предпринял попытку пресечения правонарушения, погиб, вступив в неравное противоборство с группой преступников. Традиционно 8 ноября уже на протяжении многих лет мы вспоминаем этот день имена тех, кто погиб при исполнении служебных обязанностей. К сожалению, и в нашем регионе, пусть в спокойном регионе, есть четыре сотрудника, которые погибли при исполнении обязанностей. Эта дата установлена приказом МВД России от 17 марта 2017 года номер 135. Профессия сотрудника полиции – одна из самых опасных в современном мире. Телеканал «Север» благодарит всех работников оперативных служб за их самоотверженную службу и готовность всегда прийти на помощь.